Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, помяни мя Господи, всегда приидешь и во Царствие Твое. Братья и сестры, в течение Великого Поста, в четыре воскресных дня, в соборных храмах и больших приходах, совершается особое богослужение, которое называется Пассия. Пассия, переводимый на русский язык с латинского, означает «страдание», «страдаю». Это богослужение, где читается Священное Евангелие на четырех пассиях от Матфея, Марка, Луки и Анна. Сегодня последняя у нас пассия в этом Великопосту. И за этим богослужением читается Евангелие, где повествуется о последних днях земной жизни Спасителя мира Господа нашего и Иисуса Христа. И мы сейчас с вами слышали, братья и сестры, повествование о том, как Господь наш Иисус Христос пришел к потопу Севкедрску и в Симанский сад, молился усердно Отцу Небесному, и Иуда пришел с воинами, вооруженными, и которые арестовали Спасителя Христа. Мы слышали с вами о том, как Петер, апостол, отрекся от Христа. И знаем, что потом, в течение всей своей земной жизни, он оплакивал этот тяжкий грех, и, как повествует его житие, борозды на лице были от постоянного плача о своих грехах, от слез. И знаем, что Господь просил ему этот тяжкий грех. Мы слышали о том, как Господа избивали, насмехались, полонитом ударяли, одели на него херновый милец и осудили его на распятие на кресте. Это наказание в то время было самым тяжким наказанием, распятием на кресте, позорным наказанием, распинаем тяжких преступников, разбойников на кресте. И Господь был, повелели ему нести крест, на котором он должен быть распятым. И он нес, надрывая грудь. В 1978 году год первой моей Пасхи в Санне Архиерея епископа Архангельского святейший патриарх Пимен благословил мне быть паломником на Пасху Господню в Святой Град, в Иерусалим. В то время на Пасху верян никто из Советского Союза почти не бывал. И священники, архиереи, несколько архиереев и священники и монахи 14-15 человек только раз в году на Пасху Господню была такая паломническая группа каждый год. И наша группа в среду с Росной Седмицы вылетела из Москвы в Святую Землю и в среду на Светлой Седмицы возвратилась в Москву. Неделю мы были на Святой Земле. И вот Великую Пятницу есть там чин особый несение креста воспоминания этого события. Крест, огромнейший крест таких же размеров, который какой нес Спаситель Господь был износится из храма Святых Равнопостанов Константина и Елены и несут три архиерея этот крест большим трудом. Даже нас во время этого пути меняли несколько раз. По три архиерея несли этот крест тем путем, по которому шел Спаситель Господь на Голгофу. Особое песнопение, особое прошение, поклонение совершались. И я ошелинал. И Спаситель Господь нес такой же крест, один нес, падал, нес, пока Симон Киренийский не взял этот крест нести. Братья и сестры, Господь раз как был на этом кресте, при чистом теле его положили на крест, при чистом теле забили гвозди, прибили его к древу крестному, и он оросил кровь его честная, оросила этот крест, и с тех пор он стал великой святыней, не орудиям позора и казни, а великой святыней для всех крестьян. Здесь же стояли у креста, и при чистой Матери, жены пироносицы, любимый ученик его, самый юный, Иоанн Богослов, которому он поручил опекать своих при чистом Богородице, сказав, мыслим, зором показав, жена, все сын твой, ему сказал, все мати твоя, и мы слышали с вами, знаем о том, что разбойники сначала, поносили оба его, ругали его, насмехались над ним, но потом один из разбойников услышал его тихую молитву, где он молится, Господи, проси им, не видят, что творят, и внезапно его душе совершил этот переворот, и он воскликнул, помяни меня, Господи, когда приедешь его царствие поехать, и услышал ответ, не, сегодня же будешь со мною в рай братья и сестры, мы должны помнить с вами, что Господь щедр, милости, многотерпелив, многомилостив, и он готов всякого человека принять свои объятия, вот он висит на кресте, распростер свои почистые ручки, которыми готов каждого обнять, принять, простить, для этого нам надо, необходимо всегда помнить об этом, что мы куплены дорогой ценою, во время проскальмения священник произносит слова Кандар Великая Пятница, искупил на себя клятвие законные, честную своей кровью, на кресте пригодився, и копьем проботься, бессмертие сточился человеку, спаси на славу тебе, братья и сестры, будем с благодарностью осенять себя к крестным знамением, будем помнить, что это оружие непобедимое, будем поклоняться Христу Спасителю, особенно в дни Святого Великого Поста, просить помощи подкреплением, и сейчас, когда на нашу землю, во многих странах появилась эта ужасная болезнь, тяжкий вирус, коронавирус, нам надо просить Господа помощи, подкрепления, чтобы Он сохранил нашу Кубань, сохранил нашу Россию, все человечество от этой погибели. Будем, братья и сестры, будем всегда молиться, снять на себе крестное знамение, благоговейно совершая крестное знамение, сначала совершить крестное знамение, зачем только кланяться, не ломать крест, такому знамению, когда человек как попало крестится, как муха тебя отгоняет, бесы радуются, оно не имеет никакой силы, будем это помнить, братья и сестры, с благоговением, со страхом, совершать крестное знамение и поклоняться Христу Спасителю, аминь. Аминь.